Всем добрый день, с вами Айден, и сегодня вас ждет весьма интересное видео, в котором я расскажу вам всю свою историю, как я получал водительское удостоверение, так называемые права, как я учился в автошколе, какие-то истории. В общем, я думаю, видео будет полезно для всех тех, кто планирует вообще обучение в автошколе или его закончил, и ему интересно, как все сейчас работает, поэтому давайте поставим лайк перед началом видео и послушаем меня. Приложение Квай, в котором есть даже Николай Соболев, я вам советую всем скачать по ссылке в описании. Что здесь можно делать, я уже неоднократно вам рассказывал, снимать свои собственные скетчи, мини-фильмы, музыкальные зарисовки, берете песню какую-нибудь, открываете рот, и вы звезда. Очень клевая система, можно попадать в топы, при этом ваш аккаунт раскручивается, набирая много лайков, положительных каких-то, какого-то фидбэка подписчиков, конечно же, ну и популярность, в конце концов. Квай, ссылка в описании. Дело было в октябре прошлого года, и тогда я, в принципе, понял, что в ближайшее время до зимы я никуда не поеду, а значит, есть время чем-то заняться. И как раз-таки я решил выбрать обучение в автошколе, потому что что-то в тот момент времени, в октябре, у меня, знаете, с канала «Хорошая прибыль» была, там, все такое. Я думаю, ну, сейчас обучусь на права побырку, там, потом машину куплю, вообще все будет нормально. Думал, к марту я уже стану профводителем. Но история там закрутилась, завертелась. В общем-то, я искал автошколу, самое главное, чтобы она была как можно ближе к моему дому, потому что зима была близко, и не хотелось куда-то ездить, особенно по вечерам на занятия. Чтобы мог, ну, пешком дойти, и там было несколько вариантов. Первая ошибка, которую я совершил при выборе автошколы, это я ехал в маршрутке и читал отзывы об этой автошколе. И я не заметил того, как читал эти отзывы непосредственно с самого сайта автошколы. То есть это значит, что ничего плохого там, конечно же, не напишут, только хорошие, знаете, такие восхваляющие отзывы, мол, вау, я с первого раза сдала, и спасибо всем инструкторам, все супер дешево, отлично. Поэтому я сразу же заказал обратный звоночек, и на следующий день уже пошел непосредственно в автошколу. Нормально? Пшикает тут, значит. Крышку мы куда кладем обычно в эту ситуацию? На крышку. На крышу автомашины кладем крышку. Вставляем, значит, пистолет в бак. На следующий день я записался уже на занятия, отдал деньги, подписал договор, и впрочем-то все, буквально через там какое-то количество времени я пошел на теоретические занятия. Дело в том, что теорию я выучил еще до того, как наступила осень, я все лето, когда мне было нечего делать, на телефоне проходил эти тесты, в принципе, все 800 этих вопросов я уже знал наизусть. И когда я пришел на занятие теорией, я, знаете, себя чувствовал таким умным пацаном, типа, там, всем этим школьникам-неудачникам что-то объясняют, а я все уже знаю, я на все вопросы отвечал, и все такое. И чувствовал себя, знаете, просто асом в теоретической, конечно же, сфере. Теория мне нравилась, там все нормально так объясняли, видяшки смешные с авариями показывали. Но дело, пока дело не дошло до практики. Но многие еще в эти моменты зажигалку подносят, чтобы посмотреть, все ли там нормально. Да, 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 да. Через две недели мне назначили инструктора, мне позвонили, сказали, что я должен ему позвонить. И вот тут первые такие казусы начались. Я буквально в пять вечера этого же дня звоню инструктору, говорю, так-то, так-то, меня на вас назначили, давайте запишемся на первое занятие. И он очень какой-то странный в этот момент был. Мне показалось, что он то ли бухой, то ли еще какой-то был. Ну, короче, он наорал на меня, что, типа, он уже давно дома и отдыхает, а я ему-то звоню в такое время. Ну, извините, я не знал, просто хотел узнать, когда можно записаться на занятия. Вот, ну, думаю, ладно, человек, наверное, настроение плохое, на следующий день записался. И он мне уже сразу назначил там двойное занятие. Слово двойное потом будет повторяться все чаще, чаще, чаще. Но я подумал, ладно, наверное, первый раз я как бы сейчас за руль сяду. Двойное нужно, чтобы он мне объяснил там какую-то теорию минимальную. Отвез на площадку, и там и научили трогаться, и все такое. А, главное. Ой, дядя, извините, пожалуйста, я вот так вот сделаю. О, как прям профессионально. Направо, да? Еще раз налево. А, не надо. Желательно с второй скоростью. Кто это делается? Но дело обстояло другим образом. Я захожу такой, ждет меня Deon X. Я такая полуразбитая. И сразу, как только я открываю дверь, знаете, такой дым сигаретный прям в меня, как любят многие инструкторы. И я подумал, что сейчас мы, значит, поедем на площадку. Он мне начал объяснять какую-то теорию. Причем начал говорить просто о болячках этой машины, что она разваливается, что что-то там с радиатором и так далее. Ну, я это все выслушал, и он говорит, ну все, поехали, типа, в город. Я такой, ну я как бы ни разу на механике-то даже не управлял так, чтобы уж особо. И вы прям меня сейчас так в город. Ну, давай в город, нормально. Значит, автомашин нет. Нужно не ехать. Ой, а что это? Восе, это колесо цепляется под крючком. Так, пожалуй, переключимся на вторую. Ну что, ребят, вот первый, так скажем, выезд без инструктора. В принципе, я более-менее все освоил. Нормально я там ездил, конечно, Глох на перекрестках и несколько таких моментов бывало. Но в основном все было нормально. Просто потому, что до этого я посмотрел много роликов, в которых объяснялось, как это все работает. Но третье занятие с этим инструктором я не забуду никогда. Все как обычно, стандартный маршрут. Он мне там говорит направо, налево и прямо. Я вроде как еду. И тут он просто молчит. Но если инструктор молчит или инспектор, это значит, вы должны ехать просто прямо. Я как бы слежу с дорогой, еду прямо на него, не смотрю. И какие-то сомнения у меня начали появляться тогда, когда повернуть просто уже некуда было, чтобы сделать круг. А как бы время-то занятие ограничено. И по идее он должен когда-то меня сказать, давай направо повернем, чтобы уже как бы выехать к обратному месту, откуда мы и приехали. Но он этого не говорит. И я уже понимаю, что я въезжаю на мост. Выехал я за город уже, хотя за городом учебная езда запрещена. Он молчит. Когда он начал храпеть, я понял, в чем проблема. Он типа просто заснул. А я в это время еду по такому мосту, причем там километров 60, наверное, в час, что в принципе для учебной машины весьма много. И я чуть-чуть начинаю паниковать, потому что там уже загородная трасса. А он все молчит. Я его пытаюсь разбудить. Он все равно молчит. И в итоге мы доехали, кто знает, Нижневгород, до Меги и доехали дальше. И когда он проснулся, я говорю, наверное, надо где-то развернуться, потому что мы все-таки едем как-то прямо, прямо и прямо. Он такой проснулся, минуту на то, чтобы оценить обстановку, потому что он не понял, где он находится. Он такой говорит, типа, ну давай сейчас, значит, поедем там, там есть атомная станция заброшенная, я сейчас покажу тебе. И, в общем, доехали до атомной станции, он сходил пасать и все. Вы сами понимаете, что инструктора так себя вести не должны. И, по сути, мне было страшнее с этим инструктором, нежели без него. Вот такая вот штука. Один раз он тоже уснул, и, короче, у него там тормоза есть свои с правой стороны. И он случайно по тормозам как надавил, и в итоге резко затормозил. Если бы кто-то ехал сзади, то кто-нибудь врезался бы взад. На автодроме мы занимались тоже таким образом, когда мне просто сказали, крути руль туда, крути туда. И каждый раз он просто уходил к охраннику куда-то, я не знаю, что они там делали. Я просто три часа наматывал круги на этом автодроме. Да, ручник не надо забывать. Внутренние экзамены были очень простыми, опять же, с этим инструктором. По городу я там буквально по прямой проехал, повернул налево на круги и остановился. А на автодроме он даже не смотрел, как я выполняю. То есть я просто проехал круг, и все. Видимо, это такая, знаете, поблажка за то, что я дофига денег ему отплатил за дополнительные часы занятий. Теория тоже все сделала без проблем. И уже спокойно ожидал времени, когда наступит экзамен в ГАИ. Блин, тут другой гараж, он с другой стороны немножко получается. Я-то думаю, сейчас, значит, буду ждать я потихонечку экзамен, тыры-пыры, но мне сказали, сейчас у вас другой теперь будет инструктор, с ним нужно отъездить определенное количество часов, чтобы он вас допустил. То есть внутренний экзамен, по сути, это не допуск до экзамена. Ты должен еще платить деньги, чтобы заниматься на другой машине, на которой ты будешь сдавать экзамены в ГАИ. Время автодрома, 18 марта, мой день рождения, я заезжаю вот на эту эстакаду, все нормально, и следующее упражнение там было гараж. Вот сразу, если вы из Нижнего Новгорода и вдруг будете на Мещере сдавать, там гараж вообще, капец, какой узкий. То есть он гораздо уже тех, которые, ну вот на моем автодроме был, где я тренировался. То есть там, где я тренировался на своем автодроме, я просто, знаете, механически выучил систему, как туда заезжать, просто в три захода. То есть подъезжаю к фишкам, чтобы они находились напротив вот этой штуки, там заворачиваю руль до упора влево, потом до упора вправо, я въезжаю в гараж просто вслепую в любом случае. И по такой же технологии я решил заехать в гараж на Мещере, и, конечно же, я сбил фишку, потому что, во-первых, заехал посередине этого гаража, потому что посередине не было разграничительной фишки, как на моем автодроме, не прижался вправо. Короче, доехали до этой грани. Не сдал, ну ладно. Потом несколько месяцев я ждал, когда будет пересдача, ну вернее, я там уезжал, поэтому не смог никак сдать. Вот, и на второй автодром уже просто учитывая свои, как бы, знания и понимал, что нужно выруливать в гараже именно по зеркалам, а не по какой-то системе, которая у тебя есть. И, собственно, все прошло успешно. Ну, не ровно, конечно. Вот, короче, гараж. Ну пусть, типа, я заехал. У нас просто были фишки, не было палок там, когда я сдавал. Просто колеса, я не привык к колесам. Они причем не по правилам выставлены, и все неправильно. Ну вот, а потом город, короче, я сдавал. Сел я, значит, за машину лодок Алина. Поехали мы прямо по мещере. Потом был поворот налево весьма такой сложный, там еще и светофор не работал. Но вы сейчас видите видео, я вам показываю как раз-таки вырезки. Потом несколько повернуть налево на перекрестке. Там на втором пересечении проезжих частей поворот. Я это понял, я повернул налево, потом поехал. Знаете, прям такой еще офигевал с того, как круто я езжу. Типа, так нормально. То я еду нормально, и мне сказали, ну, остановиться. А погода тогда была очень, прям, очень плохая. Все в лужах было. Я остановился, и вот этот момент... Так, что-то ты разогнался тут на своей. И тот момент такой неловкий, знаете ли, когда... Мне такой говорит, Денис, ну вы как сами считаете, можно ли останавливаться напротив въезда? Какой въезд? Там никакого въезда и не было, думаю я. Там все водой залило, я типа даже не видел. И все, думаю, короче. Так хорошо проехал, расписался и расстроен и ушел. Прям очень грустно, реально было, потому что хорошо проехал. Но, когда я через неделю звоню и узнаю в автошколе, когда можно будет пересдать, мне говорят, типа, а вы сдали. Я такой, как это я сдал? Мне, в общем-то, заклинило, что неправильная остановка это 5 баллов, то есть это экзамен не сдал. А это, оказывается, всего лишь 3 балла. По сути-то я сдал. Представляете, как я обрадовался в тот момент времени. Поэтому примерно так все работало. Лучше сразу спросите, сдали вы или нет, потому что есть еще, ну, вероятность того, что вы все-таки успешно сдали. Ну и по поводу того, валит или не валит, я не знаю. Ну, типа, у нас, ну, никого не валили, потому что люди сами совершают ошибки. Дай, дядя. Сами совершают ошибки, и на них же они валятся. Как по мне, так не валят. Напишите в комментариях, пожалуйста, свои мнения относительно того, валили вас или нет, или валят для каких-то ваших друзей. Потому что, мне кажется, без денег сдать реально. Хотя я так рассчитал, посмотрел, сколько стоят права. Я не знаю, конечно, на самом деле их продают или нет. Я, конечно, потратил гораздо больше денег на обучение, как раз-таки из-за этой автошколы, из-за этого инструктора, чем покупка так называемых прав. Но зато как бы вот так все работает. В принципе, все. Если какие-то вопросы у вас будут возникать, я отвечу на них в комментариях. Третий можно же включить? Разрешается? Это переднеприводная, да? Да. Так что, если какие-то вопросы в комментариях у вас будут, я вроде, ну, как-то действительно подробно все рассказал. Конечно, часть я забыл, потому что без сценария. Сорян, ребята, ну вот видите, такая ситуация. За рулем автомашины, между прочим, сейчас нахожусь. Поэтому... Ау, дорога, без мяча. Редактор субтитров А.Семкин